Такой интересный вопрос. Вот, ребят, сами задумайтесь, что делать, когда ты тупой? Что делать, когда ты тупой? Мне кажется, знаешь, люди, которые реально тупые, ну вот во всем, во всей смачности вот этого определения, они вообще над этим не задумываются. Ну то есть, понимаете, у них же очень простые задачи. Где достать кайф и, ну, и употребить этот кайф? Всё! Если ты начинаешь задумываться то, что ты совершаешь иногда глупые поступки, недостаточно эффективные, там, если ты думаешь о саморазвитии, а не обвиняешь во всех своих бедах других людей, то это просто некорректный вопрос. Некорректный. То есть, ну, он подставлен неверно. Ты уже не тупой, но ты можешь совершать тупые поступки пока что. Потому что, ну, твоя, твой ум как бы опережает все твои стереотипы, заложенные в тебя мамой и папой. Понимаешь, ты как бы делаешь на автомате некоторые вещи, а они просто не работают. И мы же называем тупость, это когда вот человек что-то делает, но это не работает. Именно это тупость, потому что что бы человек ни делал, если это работает, если это приносит ему результат любой, который он хочет, будь то наслаждение, да, человек, который покупает наркотики и употребляет их, кайфует, он себя тупым вообще не считает и такие вопросы не задает. Тупость – это когда ты вот много чего сделал, и это не принесло никаких результатов. Или вообще принесло совсем не те результаты. Правильно же? Правильно. Вопрос сам задал, сам ответил. И это нормально? Ну, то есть, нормально, когда твой, ну, как бы, твое тело, твои поступки не поспевают за твоим умом. Тут главное себя вот так вот не задалбливать. А что делать, если я тупой? Да ничего не делать, ты не тупой. Успокойся, убирай тупые поступки. Не так даже, можно их даже перестать так называть. Вот смотрите, у меня пока что еще проскакивает вот это, да, когда я там, вот этот там тупой, вот этот там еблан, да, или что-нибудь в этом роде. Ну, вы же понимаете, что я больше смеюсь над этим, а не действительно так считаю. Потому что в абсолюте, еще раз, тупых поступков не бывает и глупых поступков не бывает. Есть эффективные и неэффективные. Все. Поэтому просто нужно, если ты вот ее курешил, все, я тупой, там, туда-сюда. Так, ты не тупой, есть неэффективные поступки. Чтобы совершать эффективные, нужно стать немного посмелей. Ну, нужно другие какие-то поступки совершать. Вот и все. С другой стороны, тебе может быть гораздо проще, легче по жизни, вот, ну, как бы, с этой информацией, чем постоянно, ну, думать, что ты какой-то не такой. А если принесло, принесло, но только мне навыков и информации, что не приносят дохода или здоровья. Ты знаешь, если вот у тебя такая есть суперинформация какая-то невероятная или какие-то крутые навыки, которые не приносят дохода, приведи пример. Потому что я уже говорил на прошлом эфире, и буду повторять всегда, неважно, что вы умеете, важно, как вы это можете продать. Ну, это же факт. Вы можете лучше всех мести улицу. Но если вы сможете продать это качественно, будете мести улицу где-нибудь там в особняке, ну, у олигарха какого-нибудь. И там же люди людям платят не только за то, что они хорошо метут улицу, а за то, что им можно еще доверять. Да, то есть ты метешь улицу, и там стоят какие-нибудь машины, ну, надо как бы это все не снимать. Или там какие-то дорогие вещи вокруг, да. Абы кого не пустят подметать улицу. Вот поэтому там нужно еще смежными навыками обладать к любой профессии. Поэтому давай, я готов поговорить с тобой на вот эту тему, Дмитрий. У тебя классное имя. Мне нравится. Что конкретно? Что ты имеешь в виду по навыкам и информации, и тебе это не приносит дохода или здоровья? Вот мистер Голден ответил. Все будет хорошо, не беспокойся. Ты гарантируешь это? Ну, то есть, мне кажется, от бабушки это можно вот так вот услышать. Это, ну, типа, вот смотрите, вы любите говорить социально приемлемыми фразами. Это безопасно. Это безопасно, и такие, ну, вот я вот молодец, поддержал. А в абсолюте, ну, вообще, что значит все будет хорошо? Почему все будет хорошо? Все будет так, как вы сделаете. Все будет так, насколько вы позаботитесь сами о себе. Вот так вот будет. Начались тяжелые времена. Ой, как будто когда-то были легкие времена. Вы вспомните вообще всю жизнь. Хоть когда-то было двухтысячные, или там 2005, или 2007. Такой живешь, думаешь, какие простые времена, а? Прям сиди, ничего не делай. Всегда будет трудно. Ну, то есть, у тебя может быть либо всегда классно, либо у тебя может быть всегда трудно. Вот выбирай. Ну, есть, конечно, есть сложности, трудности. Есть. Как правило, у каждого человека это что-то конкретное. Деньги там у кого, у кого здоровье. Ну, так надо решать. Кого-то безопасность, надо решать. В принципе, понятно, почему любимое творчество, которым уже занимаюсь профессионально, не приносит пока дохода. Смотрю на профи, и кажется, что мне пока рано высовываться, недостаточно крут мой уровень. А если бы Ольга Бузова в свое время думала так о вокале, то вообще ничего бы у нее не получилось. Знаешь, людям, которые реально профессионалы, им порой очень трудно. Ну, потому что они могут, ну, они шарят, что такое хорошо, что такое плохо. Я считаю, на рынок, ну, то есть, в мир, в люди, нужно выходить в первую очередь с желанием что-то делать. Вот, опять же, Дим, Дмитрий, будет гораздо проще, если ты напишешь, что ты конкретно делаешь. Любимое творчество. Что это? Потому что, какой творчество, делаешь, допустим, ты сайты. Ведь есть, можно делать сайт за миллион рублей, да, за 10 миллионов можно делать сайты. Это очень круто. А можно делать сайты, там, и за 10 тысяч, там, взять на тильде, раз-раз по шаблончикам раскидать. Или за 3 тысячи можно делать сайты. Ну, можно делать их по 10 штук в день. Ну, я могу взять и заняться, делать людям сайты. Такой, как у меня сайт, я могу сделать, там, за полдня. Пожалуйста. Сколько это будет стоить? Ну, я думаю, что, я не знаю, 1020, наверное, самое большое. Ну, чтобы все вот эти, там, меню, там, и все такое. Кстати, если вы хотите посмотреть, что там у меня за сайт, это вот там, внизу. Там есть бесплатные курсы, кто не знает. По питанию есть курсы, по развитию есть курсы, по развитию. Да. Привет, помидоры ешь. Помидоры сейчас больше пью и черри. У нас сейчас идет рабочий октябрь, а в рабочем октябре, то есть, мы тут все меняемся, очень круто. Ну, кто смотрит мой инстаграм, тот знает. Победитель у нас получит 50-процентную скидку на Fruit Camp. Fruit Camp. Fruit Camp в следующем году будет стоить от 24 тысяч рублей. Вот. Такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok